Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке в двух шагах от приятелей. «Немец», — подумал Берлиоз. «Англичанин», — подумал бездомный. «Ишь ты, и не жарко ему в перчатках». А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит он это место впервые и что оно его заинтересовало. Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепительно отражающие в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце. Затем перевел его вниз, где стекла начинали предвечерней темнеть. Чему-то снисходительно улыбнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки. «Ты, Иван, очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына Божья. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов Божьих, как, скажем, фридийский отис. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса. И необходимо, чтобы ты вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении, а то выходит, по твоему рассказу, что он действительно родился». Тут бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче. И в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям. Те поглядели на него удивленно. «Извините меня, пожалуйста», — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, «что я, не будучи знаком, позволяю себе, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...» Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться. «Нет, скорее француз», — подумал Берлиоз. «Поляк», — подумал бездомный. «Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление. А Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а как бы выразиться, заинтересовал, что ли. «Разрешите мне присесть», — вежливо спросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись. Иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.